Серия Василий Иванович, конечно, замечательная серия. Петька, береги планшеты, да? Береги планшеты. Там штабные карты. Последняя колонна. Ну, старый анекдот, когда Петька с Чапаем в засаду попали, ну и от засады уходят. За ними погоня, они бежали, бежали, раз во враг. Погоня мимо проскакали. Чапаев говорит, слава тебе, Господи, пронесло. Петька говорит, и меня тоже. Василий Иванович Чапаем вызывает Петьку, говорит, Петя, поедешь в Лондон, в стране и Красной Армии нужна валюта. Понял? Понял, Василий Иванович. И уезжает в далекую, мокрую, сырую, дождливую Англию. Нет месяц, нет два, Петя, нет три. Четвертый месяц, являясь, четыре мешка на себя притаскивает. Василий Иванович, раскрывает, а там одни фунты, я извиняюсь, Стерлин, и... Ух ты! Он говорит, Петюня, да ты что там всех мочил, что ли? Он говорит, да ну побойся Бога, Василий Иванович, как такое вообще может быть? За кого ты меня принимаешь? Я же игрок! Приезжаю в Англию, прихожу в клуб, игорный дом. По их нему казино, а они там все в шикарных туалетах и в покер играют. Я им говорю, не, ребята, так дело не пойдет. В очечка. Они говорят, а мы не знаем, что такое очечка. Я их быстренько научил. Раздаю картишки, я Василий Иванович в первой же игре, да? И только замахнулся, а он мне, который сидит напротив, и говорит, а у меня очко... А я ему говорю, а ну-ка покажь, а ну-ка покажи, товарищ милый. А он мне говорит, вы что пейте, здесь же джентльмены, здесь верят на слово. И вот тут-то Василий Иванович карточка мне и поперла. А еще мне нравится про Петьку тоже из детства анекдот, когда Василий Иванович улетел в Америку. А, Петька уехал, значит, за границу. Через какое-то время возвращается. А его Василий Иванович встречает. И открывается, значит, самолет, и выходит Петька, значит, в белом пиджаке, в белых брюках, значит, в пуражке такой, красавчик. Че-то жует. И спускается по трапу, Василий Иванович встречает, говорит, здорово, Петька, красавчик, да, че жуешь? Жвачка, Василий Иванович? А-а. Через некоторое время Василий Иванович уезжает за границу. Прилетает, Петька вас встречает. Открывается, значит, самолет, выходит Василий Иванович весь в лохмотьях, с синяками, небритый, синий. Че-то жует. Петь, Василий Иванович, здрасте! Приехали! Ну, с возвращением! А че жуете-то, жвачку? Носки стираю. Любимый анекдот про Чапаева, знаете? Василий Иванович, чего? Ты, говорит, я в рей. Видите ли, Петр? Правда ли, армянская радио спрашивает, правда ли, что Григорян выиграл в лотерею Волгу? На что армянская радио отвечает? Чистая правда. Только не Григорян, а Петросян не выиграл, а проиграл не в лотерею, а в казино. И не Волгу, а Мерседес. Армянский, есть замечательный анекдот, это армянскому радио задали вопрос. Скажите, пожалуйста, вот вы все знаете, что такое сальфеджио? Ну, шумы начались, значит, в эфире. И никакого ответа. Радио замолчало. Проходит три дня снова. Здравствуйте, это армянская радио? Да, это армянская радио. Вот три дня назад я вас спрашивал, что такое сальфеджио, вы так и не ответили. Может быть, сейчас ответите, опять шумы в эфире, опять крип какой-то, опять ответа нет. Через три дня опять, опять этот голос говорит, простите, это армянская радио, да? Ну, так вы можете в конце концов ответить, что такое сальфеджио? Голубчик, отвечает армянская радио. У нас посевная, а вы хреновиной занимаетесь.